Максим, это время. Задонов рассказ про Украину. Вот это улыбка. В Москве пять вечера. Каждую неделю. Ну, почти каждую. По пятницам. Ну, в основном по пятницам. Встречайте! Михаил Задонов. В топошоу Неформат. А что вы хотите от Неформата? Неформат, он и в Африке Неформат. Здравствуйте, дорогие друзья. Прошло совсем немного времени с прошлого года, и вот в эфире новый сезон программы Неформат. Программы, которую мы все так долго ждали. Так долго ждали автора и ведущего этой программы Михаила Задорнова, который сегодня прилетел рано утром в Москву, чтобы выйти в эфир, прямой эфир радиостанции Юмор ФМ. Прямо сейчас. Здравствуйте, Михаил Николаевич. Да, здравствуйте. Действительно, я был занят. Какие-то проблемы жизненные существуют у всех людей. И у меня в том числе. Я же не робот. И поэтому я не мог вам раньше прилететь. Ну и, честно говоря, я соскучился по нашим слушателям. Потому что, знаете, вот это, наверное, мистика, но я чувствую, как они нас слушают. И у меня после нашей передачи настроение повышается. Я чувствую, что мы многим понравились. Кому-то не понравились, безусловно. Но если учесть, кому мы не нравимся, то это тоже очень положительно. Потому что если мы им не нравимся, то это значит, что мы правильно говорим. И я думаю, все-таки, несмотря на то, что очень много событий произошло с Нового года, мы же последний раз перед Новым годом выходили с вами в эфир. Да, мы подвели итоги прошлого года, но мы даже не представляли, что такое свалится на нас в начале Нового года, следующего года. Ну, конечно, порой мне даже кажется, что это, ну, наверное, даже не по-человечески некоторые темы обсуждать в программе «Юмор.ФМ». Потому что такой грустняк порой овладевает. Но мы должны с вами все равно обсудить и самые серьезные темы. Ну, конечно, программа «Юмор.ФМ» — это не бесконечная череда шуток и афоризмов на ту или иную тему. Это еще и какие-то размышления, и порой философские. И именно поэтому радиостанцию «Юмор.ФМ» в рамках программы «Юмор.ФМ» слушают такое большое количество людей. Они в течение вот этих пары месяцев очень живо интересовались, ну, где же программа «Юмор.ФМ?». Мол, закрыли или нет. Мне тоже писали и в личку, и по электронной почте. Да нет. Ну, друзья мои, никого у нас не закрывают. У нас даже пусть и райт не закрывают. Они хотят, а их не закрывают. Они уж из кожи вон лезут и из всех своих мест наглых вылезают, лишь бы их закрыли, а их не закрывают. Вот в этом их главная беда. Да никого у нас не закрывают. Тем более нас. То есть вы хотите сказать, что они совершенно спокойно прилетели в Сочи, чтобы устроить этот перформанс? Не преодолевали девочки барьеры защитные? Не отстреливались от пограничников, да? Они все-таки героинь корчат. А это тот самый Джо, ковбой, который нахрен не нужен никому. Наши люди, на них не обращают внимания. Для них это две... Это... Ну, я не могу их назвать. Ну, людей. Как их назвать можно? Есть такое слово «стерлядь». Это стерва и леди в определенном произношении. Вот это типич. Причем мне нравится, Запад все время нам... Нас критикует... Да, нам ставит вину этих пусси райд. Да это две потаск... Не две, это потасканные бабы, лишенные абсолютно... Даже зачатка в нравственности некой. Ну, я понимаю, что в каждом человеке есть что-то положительное, что-то отрицательное. И у нас так с вами, но до такой степени опуститься, до которой нет... Да я бы сам их отхлестал нагайками. И Запад пишет, интересно, на Западе пишет, мол, это Путин оплатил казака лично, чтобы вот тот отхлестал пусси райд нагай. Вот Путин только об этом и думал. Где мне казака найти и бабки заплатить ему? Да, это, конечно, надуманные все истории. И нас не закрыли, короче. Короче, нас не закрыли. Мы сами стали реже выходить в эфир. Просто по каким-то определенным причинам, друзья. Ну, на самом деле, был творческий отпуск небольшой. А сейчас есть замечательная возможность привлечь вас к авторству нашей программы, потому что вы всегда, дорогие наши слушатели, являетесь соавторами программы. Присылайте на короткий номер 8870 ваши сообщения, наблюдения, названия, вывески. Всегда этого мы с удовольствием ждем и читаем. И 0731 номер для ваших звонков с мобильных телефонов. Самые интересные вопросы мы в финале программы соберем в Блиц, который Михаил Николаевич постарается для вас провести, ответить на эти вопросы. Ну и, конечно, на сайте веселаярадио.ру открыта трансляция. Вы можете посмотреть, что происходит в студии. А сейчас наша традиционная разминка. Ну, традиционная разминка должна создать ощущение, что у нас передача все-таки юмористическая, несмотря на то, что мы коснемся чуть позже и политических событий. Ну, кое-что было видено, кое-что было прислано мне. Довольно интересные наблюдения. Вот, например, в городе Тереповце городская больница объявление в лифте. Лифт только для тяжелобольных. И в скобках степень тяжести определяет лифтер. Видимо, неудачный хирург пошел в лифтеры. Или газета с кроссвордом и реклама в ней. Старинный, здесь каждое слово надо следить. Старинный русский способ применялся еще в Киевской Руси. Заметили? В Киевской Руси. Лечение по фотографии. Чудно. Пив-бар открылся на Урале. На самом деле правы. Русские изобрели фотографию на Киевской Руси. Давно уже. Ну, если многие показывают фотографию Иисуса, всерьез, мне показывал человека два из таких очень, таких отъявленных религиозных людей. Таких заядлых, закадычных. Не знаю, как правильно сказать. И всерьез верят, что ее прикладывать можно куда-то. Ну, кто-то верит в Иисуса, а кто-то верит в большие суммы. Не так давно в Америке был скандал локальный. В Калифорнии мужчина рассчитался купюрой в один триллион долларов. И это обнаружили уже только, когда сдавали ее в банк выручку. Представляете? То есть этот вот наш развязный сатирик Задорнов прав, когда говорит, что тупые. Я, а кто-то, ой, у меня на блоге... Ты сказал, сдачи не надо, представляете? Да, сдачи не надо. А, такой щедряк. А, интересно, у меня на предпоследнем посте живого журнала, фейсбука, ну, в общем, во всех социальных сетях блоги есть, там расположена заметка, как священник подал в полицию заявление, что его обокрали. У него из квартиры унесли 35 миллионов рублей, а жерелье, ювелирку, и он, главное, не стесняется в полицию подавать. А еще глупее, что эта статья всерьез написана, мол, какие безнравственные воры пошли, потеряли совесть, священников грабят. Ну, ладно, продолжаю наблюдениями делиться. Вот пив-бар называется, открылся пив-бар, называется «Пьяный дятел». И слоган висит над баром, «Давай надолбенимся». Вообще эти изобретения русских слов меня восхищают русскими людьми, я имею в виду. В Крыму, о котором пойдет речь позже, по дороге в Керчь, есть деревня. Я не знаю, сейчас я гобы разминаю, чтобы произнести ее название. Вот кто-нибудь сейчас, попробуйте за мной повторить название этой деревни. «Карл Либнахтовка». Мне иногда наша жизнь напоминает жизнь в деревне с таким названием, когда мы подражаем. «Карл Либнахтовка». Я учился произносить это вот сюда. Ехал в машине, губы разминаю. Ну, Карл Либнахт просто часто бывал в Крыму. Очень. Его любимое место именно та деревня была. Роза Люксембург Кепкина еще. А когда я учил в четвертом классе, в учебнике есть такая задача. Вот, кстати, Иуда продал Иисуса за 30 монет. Готовы? Сколько Иисусов должен продать Иуда, чтобы у него было 150 монет? Я не могу. Минабразин и Сердюков, они классические герои наших с вами. Передача Сердюкова, мы еще все скажем. Ну и случай, который мне мужик рассказал. Здесь, в Подмосковье, в Московской области, он сидел на скамейке около дома, а подошел такой пенсионер, вида такого ветерана-милиционера, пенсионера, к нему старичок и говорит, я тут анализы получил, очки забыл дома, прочитайте, что там написано. Ну, а многие до сих пор в спичных коробках, что издают анализы. И этот читает, ему говорит, здесь знаете, что написано? Здесь написано рукой, вы сдали спички. И наступила пауза. И тогда пенсионер почесал тып, вынул из кармана спички, свечный коробок и выбросил. То есть он перепутал. Но пауза потребовалась небольшая, чтобы он понял, что надо немедленно это выбросить, перестать носить в кармане. И прикуривать это. Прикуриватель. Ой, ну, потом дайте мне еще одну историю рассказать. Она моя любимая за последнее время. Хорошо. Я потом расскажу. Давайте сейчас небольшая рекламная пауза на Юмор.ФМ. И обязательно вернемся в студию. Продолжаем программу «Неформат». Впереди у нас очень важная, очень интересная тема. Максим, простите, что я перебил, извините. Но там в рекламе сказали, его любят даже американцы. Я вас прошу, уберите. Сегодня это звучит просто отвратительно. Потому что если американцы меня любят, то я тоже к Пусси Райт принадлежу. Тогда я должен обняться с Шендеровичем, с Иртением, с Пусси Райт. Ну, а мне не хочется. Я вас, простите, перебил. Ну, уж очень хотелось высказаться по этому поводу. Я смотрел американское «The Daily Show», посвященное Олимпиаде. Да. Джон Стюарт, ведущий, небезызвестный. И они отправили корреспондента в Россию, который во время Олимпиады, во время Олимпийских игр брал интервью у знаковых людей. То есть, в частности, он разговаривал с Пусси Райт, он разговаривал с... Знаковые, да, конечно. Ну, для американцев. Да, для них это просто главное. Мы спросили, кому нужен этот неуловимый Джо, этот ковбой. Вот ковбой, понятно, кому нужен. Там, где ковбой востребован. Так вот, он... У меня сложилось четкое впечатление по мотивам вот этого общения корреспондента, или, точнее, представителя американского шоу The Daily Show, что они воспринимают наших протестантов как таких клоунов. Потому что то, что... У интеллигентных журналистов там же есть. И они их так воспринимают, да, отлично. То есть, в частности, во время, там, скажем, беседы с Навальным, да, или во время беседы с одной из представителей с Пусси Райт, не помню, как зовут эту девушку, он все пытался найти в комнатах установленные жучки и камеры. И дело-то настолько забавно, что приводил в какое-то замешательство своих собеседников, которые смотрели на него, например... А он прикалывался просто. А он прикалывался, да. Надевал вот эту маску... Это где он у них брал интервью в каком-то подвале, трубы, да, такая пыточная средневековья такая. Да, и он говорит, что здесь тоже установленные жучки? Она говорит, ну да. Это Лаконникова. Я даже, видите, наизусть знаю фамилии. Да, то есть американцы, конечно, для них это такая попытка тоже посмеяться. Здесь очень верное замечание пришло к нам от абонента московского. Пишет нам человек, что на Западе, наверное, проводят конкурс на самое идиотское замечание к России. Ну, это было бы славно, такой конкурс организовать, если бы наши ФСБшники не занимались бизнесом, а наладили, наконец, правильную работу с Западом, они могли замутить в интернете где-нибудь, там же в США подобные интересные прикольные игры, дискредитирующие их ложь, их лицемерие, то, что они назвали красивым словом толерантность. А, между прочим, вот судили-то не Пусси Райт, а того казака, который отхлестал Пусси Райт, и об этом не пишут в западных газетах. Это не толерантно. Это не толерантно на их взгляд. Я вообще думаю, что вот этот корреспондент, этот журналист, про которого сказали, он сделал одну классную вещь. Он показал, как пели Пусси Райт в храме. И те, кто видели эту передачу, конечно, малости они имели, они такого не ожидали. Ведь они поют Пусси Райт даже хуже, чем не отфотошопленная и не отформатированная Мадонна. Потому что та-то, та-то порнушная потаскуха. Вообще, какая она певица. Только в Америке-то может стать звездой. Вот это... Да, она потаскуха. Но я хочу более крепкие слова. Это рыба-стерлядь, назовем ее. Рыба-стерлядь. Да, она и похожа на стерлядь. И в профиле фас. И вот я так стерлядь не смотрел близко в глаза. Ну, похоже... У вас просто высокий культурный порог. Вы в стерлядь не приближаетесь. Прием порог. А эти... Даже хуже и не ее поют. Вот удивительное дело. Но мы же с вами это все предсказывали. И про Пусси Райт мы говорили. Покажите. По телевидению запись того, как они поют. И люди увидят, кто они есть на самом деле. Стерлядь или солистки ансамбля. И ансамбля очень подходит, кстати, к ним. Произносить только концовку надо четче, нежели... Не менее толерантно. А мы с вами столько предсказали. Вот, кстати, про эту Олимпиаду, кстати, мы тоже предсказали. Ведь говорят там... Наверное, Задорнова закрыли на Юмор ФМ. Да не просто закрыли, а слушались... Не просто не закрыли, а советы слушали, которые мы им давали в эфире. Наверняка президент... Администрация президента слушает нас. И три года назад что мы с вами сказали здесь в эфире? Что надо брать спортсменов на Западе, давать им гражданство российское. И тогда мы сможем победить в общем зачете. Вот пробный камень. Двух. Взяли, пожалуйста... Семь медалей. Ну, пять. Шесть. Шесть. С серебряной... А, на шесть. Да, серебряной... Пять золотых. Пять золотых, да. А всего шесть. Ну, смотрите, пять золотых, это вообще-то почти чуть не половина, но чуть меньше половины. Ну, тринадцать медалей, но это значительный вклад, несомненно. Но тут, я не знаю, администрация или просто наши бабы так умеют мужиков хороших находить. Но это какую энергию вдохнули наши бабы в иностранцев. Классно, да? Сколько вот этот... Этот америкос, который ничего не мог, там энергии не было. А у нас как... Ну, конечно, ему энергия... И придало гражданство российское. Он очень возгордился этим делом. Но хорошая пара, да? Вот этот Уайлд и Заварзина. Симпатичные, красавцы такие, вместе катаются. Чудо. Я не считаю эту Олимпиаду таким успехом, о котором орут всякого рода губерниевы. Вообще, я в начале Олимпиады просто в открытую написал в интернете. Ну, прекратите орать. Ну, губерниевы уберите с комент... Не надо ему давать комментировать биатлон. Он глазит всех. Всех, что он комментирует, они проваливаются. Они падают прямо. Он говорит, сейчас они вперед. А-а-а-а! Бух упал. Опять. А вот этот за него, сейчас по нее, бах, и этот упал. Ну, вообще, ну, не надо орать. Ну, что за кликушество такое? Причем, еще эти слова он выкрикивает. Сегодня в биатлоне он сказал, Дмитрий Губерниев, Свенсон, занявший первое место, Свенсон, не опозорил свой прайд. И это он выкрикивает в эфир. Прайд не опозорил. Хорошо, большинство в России не знают, кто такой прайд. Что такое прайд? Прайд это стадо львов. Размножающееся племя львов. И прайд означает, что у них хороший самец есть, который осеменяет это все. Вот, хорошо, Свенсон не слышал, что про него Губерниев сказал. Я думаю, что не надо обнадеживаться этой Олимпиадой. Мне как раз нравится, что после Олимпиады сделал Путин. Тихо и спокойно сказал, надо нормы ГТО вводить. Я в жизни не получил ни одной медали. У меня нет ни одной награды. У меня есть значок ГТО. И я всю жизнь любил спорт, любил зарядку и хорошо себя чувствовал. Это правильно, потому что наше молодое поколение превратилось практически в дистрофиков. Они ходят в спортивной форме, а при этом в расфуфыренных шарах этих спортивных штанах с коленкой, с фонарями на коленке, а при этом курят и ношу. Стоит надевать спортивную форму, чтобы курнуть или пыхнуть немножко. Мне кажется, Олимпийские игры провели замечательно. Радости много. Закрытие-открытие, есть возможности и пошутить, и для хорошего настроения. Но вот так зазнаваться не надо, потому что это не совсем мы выиграли. По всем биатлон просто позор. Ну как? В биатлоне мы всегда были первыми. И вдруг такой провал. Я однажды очень нехорошо пошутил. Сказал, я понимаю, почему советские биатлонисты ушли в киллеры и бросили биатлон, потому что там платят лучше. Беда нашего спорта опять все в том же. Чиновники заботятся о себе. Им интереснее купить спортсмена на Западе, неже вырастить своего. Своего надо следить, надо заботиться. Они некому заботиться, кроме как о себе не хотят. И этот Мутко был сам удивлен, когда увидел, что скелетон, бобслей наши, потому что он о них не заботился. Эти ребята сами, самородки. Россия это плодородина. Она сама выращивает таких самородков. И вдруг оказалось, что именно в самых современных видах спорта наши одни из лучших в мире. Я не хочу сказать самые хорошие, но одни из лучших. Но о них как раз никто не заботился. А кто такие наши хоккеисты? Ну чего вы ждете? Какая это наша сборная? Это русская сборная Северной Америки. Как они могут Россию считают отстоем. И живут на Западе. Для них цивилизация Запада. Они не могут чувствовать Родину. Они за деньги играют лучше, чем за Родину. И потом, ну что такое Белелединов? Ну хороший человек, профессионал, замечательный защитник, интеллигентный. У него хороший галстук, рубашка. Он красиво посидел. А где заряд? Где мощь? Где умение заражать и заряжать хоккеистов? Были Чернышев, Тарасов, Чернышев заряжал, Тихонов заряжал, Юрзинов заряжал. А в Риге была команда Динамо. И у нее был тренером Знарок Олег. И он заряжал по той системе, которая еще от Тарасова шла. И Рижане играли классно, независимо от того, латыши или русские. И знаете, за что Знарка выгнали из команды латыши? За то, что он матом русским крыл латышских игроков, когда те плохо играли. И это было официально, почему его удалили из сборной. А сегодня, между прочим, в Динамо хоккейная команда играет замечательно под его руководством. Он зажигалка. Как может Беллидинов зажечь хоккеистов, если он матом не ругается на скамейке? Ну как? Наш мат должен зажигать. Тогда уж поставьте Моисеева тренером или вторым, третьим тренером. Пускай звери, пускай как хагитбригада приедет в раздевалку, споет чего-нибудь. Они там матом могут. Они хоть матом. Ну что же такое? И потом, давайте своих хоккеистов, которые за родину будут играть. Они играли не за... Они сражались не за родину. Вот. И у меня зла к ним нет. Они бизнесмены от хоккея. А нам нужны спортсмены. Друзья, темы Олимпиады и другие темы мы продолжим после рекламы. Сколько времени у нас, Сань? Сейчас скажу. Коротко, да? Да, очень коротко. Михаил Николаевич, подскажите, пожалуйста, кто поет песню и чья музыка в вашем фильме про Рюрика? Очень нравится, а музыка найти не могу. Мы можем ответить по смс. У меня, никто не поет ни одной песни. Они в тот фильм смотрят? Потому что у них пиратская версия. Может, там уже кто-то переозвучит гоблинский перевод. Но это, наверное, путают с песней, которую я разместил рядом в Ютубе. Может быть. по нашим дорогам. Я Сергеев Александр Иванович, руководитель компании Каэстрон. Емелин поет, который пел знаете где? Боже мой, как же с Кличко-то? Поветки. У Поветкина, помните, перед началом боя пел. Вот он поет. ...шины Кама серии М. Покупайте цельнометаллопорные шины Кама серии М на грузовике иномарки в сети Тайр энд сервис 8800 100 ровно 1272 Кама Тайрс. Смешно пошутить можно. Кличко на Майдане, а в Крыму приехал Валуев. Матч на Перекопе. Так что матч все-таки состоится. Сама судьба стоит. Перекопе. Или в Херсоне. Вот, кстати, хорошее название для места. Сейчас мы закончим тогда про Олимпиаду, да, и давайте про Олимпиаду. Сколько? Потому что ее уже 20 мы еще кое-что предсказали. Четыре кольца вы видели? Это гениально. Вообще 2006 года ваше выступление. Все редакции смотрели, Михаил Николаевич, это выступление. Нашли в Ютубе, смотрели и про Ауди, и про кольцо пятое, которое сопру. И Ауди действительно спорта. Да, да, да. Да. Друзья, здравствуйте всем, кто присоединился только что к радиостанции Юмор.ФМ в эфире, в прямом эфире. Программа «Неформат» с Михаилом Задорновым. Мы подводим итоги недели и не только недели, но и предыдущих месяцев пожалуй одно из самых знаковых событий, о котором мы сейчас говорим. Впереди их еще много. Максим, молодцы ваши ребята. Уже убрали, что его любят американцы. Написали бизнесмены, олигархи, чиновники и рекламодатели. Уже произнесено было «Мне так нравится». Мы продолжаем. Мы продолжаем про Олимпиаду. У меня есть один вопрос, который может надолго нас затянуть в дискуссию, а может быть и не очень надолго. Но прежде про рекламодателей. Вот какая история возникла. В момент, когда проходила церемония открытия, все прекрасно олимпиады я имею ввиду, все прекрасно помнят, что одно из колец не раскрылось. Конечно. Знаете, сколько я писем получил в этот момент? Сразу! Что, мол, вы предсказали, Михаил Николаевич, этот момент. Сколько мы получили? Поставьте Задорнова, где он предсказывает, что кольцо не открылось. Да. Это потрясающе. Как я мог этого ожидать? Фрагмент это вы поставили, да? Да, мы его поставили. Там говорится о том, что на Олимпиаде... Ну, давайте я озвучу, как автор. Ну, послушай, в 2006 году, нет, нет, после Ванкувера, я, это шутка была, что чиновники своруют почти все, и наверняка даже одно из колец олимпийских украдут. Будет четыре кольца, и это понравится компании Ауди. Они будут использовать это как свою эмблему, четыре кольца. Слушайте, все, и четвертая, причем американская не открылась кольца. Да. Между прочим, тупые, которые не открылись, да, это знаково, раз. А второе, Ауди действительно компания была спонсором. Ну, иногда, ну, правда, нам надо осторожно шутить с вами. Ауди, на самом деле, они были не то, что спонсором, ауди сделали очень интересную вещь. Они сразу же разместили интернет вирусную рекламу, где размещены вот эти четыре кольца, одно не раскрывшееся в виде звездочки, звездочка с носка вниз, и написано Forings is enough. Типа, четыре кольца достаточно. Достаточно для нас. Да, да, да. Здорово. Ну, вообще, заканчивая про Олимпиаду, я хочу сказать, все-таки, я настаиваю на своем мнении. Спортом надо стараться, чтобы занялись люди порядочные. Не знаю, как это делать, Кремлю и администрации президента. Спорт начал погибать, как только министром стал Тягачев и стал Фетисов. Они стали продавать спортсмены, они стали делать на спортсменах коммерцию. Более того, им еще министерству показалось мало то, что они зарабатывали, они еще решили прикарманить заработок казино, как вы помните. Ведь тогда превышел указ, подписанный президентом, мол, казино и игровой бизнес относятся к спорту. Мало им оказалось еще этого, да. Вот суть прикарманить все. Вот вообще это такая беда России, о которой мы еще поговорим и вернемся к ней, когда будем говорить про Украину. Но наша плодородина, рождающая ребят, вытащила вдруг сама по себе без всяких губерниев, без всяких мутко. Я когда-то шутил, что Тягачев и мутко это тягомутко. А мутко так интересно, он, видимо, человек такой достаточно ну такой открытый. Он так удивлялся, когда в каком-то скелетоне, о котором вроде как он даже и не знал, что такое. И даже в бобслее он даже стал ходить на трибуны, аплодировать. Я могу только посоветовать мутко, сделать более прозрачным наш спорт, а чтобы там поменьше мутко было. Михаил Николаевич, вопрос вот какой. И мы об этом говорили уже сегодня. Вот смотрите, Олимпиада в России воспринимается как несомненная победа. То есть такой ура-патриотизм, кто-то даже называет это квасным патриотизмом. Ну окей, можно по-разному. Я писал о квасном патриотизме в связи с нашими комментаторами и журналюгами. Вот, например, Малахов. Малахов, да, который быстро говорит. Это он? Это единственное отличие. И шарф носит, как миланский гей. Такой шарфик. Он стоит под жарищей, жарищей софиты, а он в шарфике стоит. Ты же чихать будешь, дорогой. Это толерантность. Это, извини, как миланская толерантность. Как миланский толерантный гай. А гай это веселый, между прочим. Да, веселый, конечно. Так что тут ничего плохого нет. Вот начинается, как вы думаете, сколько наших победителей, а как вы считаете? И начинается такое словоблудие, вот эта передача после каждого матча с хоккеистами. Как они орут, что они несут. Никто ничего в спорте не понимает. Если бы Губерниев разбирался в спорте, он бы давно должен был сказать в открытом эфире, в биатлоне надо немедленно поменять тренеров. Потому что эти тренеры загубили то, что издревле было нашим любимым видом спорта. А он этого не говорит. Это сказали, между прочим, все иностранные тренеры. Сказали, у вас очень способные ребята. И как только перестали, кстати, не по моему совету, а просто потеряв надежду на биатлонистов, перестали орать про них в эфире, между прочим, они хорошо выступили сразу. Не надо гласить. Дайте, ребят, Лепницкую до чего довели. Уж как начали кричать одно выступление. Девочка маленькая уехала в Москву и то там достали. Ты должна. Она не должна. Она хочет выступить как можно лучше. Зрители оказались намного разумнее, благоразумнее, чем комментаторы и журналисты. А журналисты сразу в один... Она оступилась, но она волновалась. И они сразу начали другую пиарить. Тут же ее. Смотрите, какой уровень бессовестности у наших журналюк. Я еще хотел сказать про Олимпиаду. Я думаю, что это хорошо, что мы провели Олимпиаду. То, что мы сейчас критикуем, мы делаем это... В рамках юмористической программы. Раз, а во-вторых, с чистым сердцем. У меня действительно погано слушать наших журналистов. Не всех. Некоторые ведут репортажи просто замечательно. И я хочу сказать, что это успех. И, кроме того, похвалить нашего президента, потому что он единственный, кто смог в мире за все время существования Олимпийских игр провести Олимпийские игры на своей даче. Недалеко, да? Поскольку это все станет его дачей собственной. Нет, хорошо, он ходил, приходил к американским спортсменам, к грузинам зашел, мол, вот не забывайте. Не забывайте. Да, нет, он как раз и вот чего не выдержали америкосы. Это уже к добавке к Сирии добавка вот этот успех Олимпийских игр. Вот че эти паразиты не выдержали и нашли таки, чем испоганить настроение во всем мире, которое начало улучшаться благодаря Олимпийским играм и проведенным. А ведь сколько они кричали теракты, теракты. Я даже думаю, что теракты готовились не без их советов. Ведь когда-то Беслан был проведен перед выборами Буша. И связь Басаева и Буша там прослеживалась очень логично. Просто мы были тогда совсем слабы, чтобы об этом заявить. Такая же история была и здесь, в Москве, когда был проведен теракт. Это не без участия такого легкого америкосов. Смотрите, они не смогли провести ни одной террористической операции во время игр олимпийских. Их здорово это все обозлило против России. К этому мы должны будем вернуться. В связи с этим как раз вопрос. Вот смотрите, почему они опережают нас? Да, это правда. И почему они всегда говорят, то есть, если посмотреть прессу мировую, то о чем она пишет, ведь она пестрит сообщениями такого типа, если так коротко обобщить, американско-европейское, что Россия надорвала свои силы, проводя Олимпиаду. Сейчас ее ждет повторение сценария на Украине. То, что произошло на Украине, это протест народа против давления России, против российского ставленника и так далее и тому подобное. То есть, мировое сообщество убеждено в том, что это была не победа России, а в том, что Олимпиада, которая проведена в России, на фоне запрета на гей-пропаганду, на фоне запрета на деятельность прекрасного коллектива творческого, талантливого пуссера. Удивительных солисток с потрясающими вокальными данными. Да, то есть, из них создаются герои, тут же высмеиваются, как мы говорили, несколько выше. Но, тем не менее, вот западное общественное мнение уверено в том, что Россия это такой чертов робот, который реально там решил всех подчинить и использует Олимпиаду для того, чтобы навязать свое могущество, но у него ничего не получается, потому что мы европейцы, просвещенные, должны выступить единым фронтом, и в том числе на территории Украины. Как им удается опережать нас? Почему? Да потому что, во-первых, мы никогда не используем те приемы, которые использует Запад против нас. Вот ФСБ существует, когда-то это был КГБ, КГБ опережал, комитет опережал ЦРУ, потому что они не занимались КГБ бизнесом, они использовали циничные ходы, но во имя державы, да. А сегодня что такое ФСБшники? Они контролируют рынки многие, им вообще пофиг дым, наша Родина, так же, как хоккеистам миллионерам. И американцам очень легко нас уличить. Во многих то, что они придираются пусси-райт, это вот гей-пропаганда, я спрашивал на Западе люди, они не отличают, запрещают геев или пропаганду гей-пропаганду. И когда я им начинаю объяснять, я говорю, да, мы думали, что геи запрещены. Я говорю, как геи запрещены? Посмотрите на наш шоу-бизнес. Там семь человек не геев осталось. Вы, ребята, в своем уме? А в администрации у премьер-министра есть геи. И они, и никто не стесняется этого. И где? И что у нас их на работу не приедет? Что вы глупости говорите? Я хочу обязательно продолжить эту тему. И я только скажу основную мысль, почему я думаю наши проекты. Потому что наши, наши проворовались. И очень легко америкосам с нами бороться в этом смысле. Кто такой Янукович? Ворюга. Ведь это он довел Украину. Я сейчас не на стороне Майдана говорю. Я говорю, что легко было сорганизовать разбой. Американцы из разбойников, из негодяев, бандитов и ворюг выбрали бандитов. А мы защищаем ворюг. Крыбак-рыбака видит издалека. Ну как можно было вообще поддерживать Януковича? Он одну треть бюджета Украины он увел из бюджета. Он на сына открыл, он даже подвел своих донецких. Смотрите, я аж захлебываюсь. Он был осужден в советское время за воровство. Это вор, которому в руки другой масштаб воровства достался. И что в результате он даже донецких пацанов, которые привели его к власти и тех отобрал бизнес в пользу сына. Даже они не захотели его защищать. И сегодня, если мы даем ему убежище, не надо этого делать. Януковича в принципе надо судить за то, что он натворил. И это я говорю только про Януковича. Я сейчас не говорю про другую сторону, которая к сожалению на сегодняшний момент еще хуже. Но нам-то нельзя же все в жизнь воры, чтобы поддерживали ворюк. Вот что американцам легко. В этом смысле. Но они поскольку тупые, они еще пуссерайт приплетают. Геев, а это чушня полная. Пуссерайт им, видите, защищает. А то, что они бомбят страны, это нормально с точки зрения прав человека. Мы с правим человека разберемся у себя внутри. Но почему вы нарушаете странах, где вы негодяи не живете? Ну, а к этому нам надо будет вернуться. Да, друзья, после рекламы обязательно это сделаем. А? Так, а что, надо послушать? Да, послушайте. Он едет в парке Олимпийских. Послушаем, Сань. Сейчас, дайся, три секунды. Под Батайском проститутки стоят возле памятника погибшим танкистам, а рядом православный крест. Что будет дальше? Где-где? Под Батайском. Батайск это Украина? Ростовская область. Ну что, мы выходим из Олимпиады сейчас в Украину, да, или как? Ну, еще... А, говорим, 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 Неформат с Михаилом Задорновым прямо сейчас на Юмор ФМ. Программа Неформат прямой эфир из студии в Москве. Михаил Задорнов отвечает на ваши вопросы, подводит итоги последних нескольких недель, начало года, будем так говорить, и возможности все для связи с нашей студией у вас есть. Пожалуйста, звоните 0731 на короткий номер с ваших мобильных. В конце программы через примерно час мы подведем небольшой блиц, где на самые интересные вопросы Михаил Николаевич ответит. А также 8870 телефон для связи. это короткие ваши смс-сообщения приходят. Если вы живете в другой стране, я вижу, вот приходят нам в гостевую книгу сообщений много из Украины, пожалуйста, веселый радио.ру, там и трансляция онлайн организована, и, как я уже сказал, гостевая книга. Ну а мы продолжаем наш разговор, впереди много тем, но наш разговор об одном из самых главных событий начала года, то, к чему мы шли очень долго, это Олимпийские игры, их результаты, их влияние на дальнейшую жизнь в стране, насколько она, эта Олимпиада, смогла сплотить общество, и насколько она оказалась такой болезненной для Запада, которая отказывается признавать ее положительный эффект для нашего российского общества, и который смотрит на это с изрядной долей ненависти. Я думаю, что оздоровительный эффект есть от этой Олимпиады, и мы видим, что все не так плохо у нашей молодежи, и какой-то дух такой российский, он начал появляться в 90-е годы, он вообще совершенно это все увяло, и я подобрал результаты Олимпийских игр, начиная с первых Олимпийских игр, в которых принимал участие Советский Союз, очень интересно, всегда первые места все Советско-Олимпийские, потом мгновенная еще на хвосте достижений советских, первое, когда Советский Союз распался, первая Олимпиада, я не помню, в Алиберли, да, там еще так, с натяжечкой победили, потом хуже, 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 совсем плохо в Ванкувере, и сейчас надежды снова, ростки появились, пробилась трава через асфальт, и я думаю, можно сделать очень такие правильные выводы, первое, хорошо, что проводили Олимпиаду у нас, да, большие затраты, некоторые пишут, лучше бы дали это пенсионерам, ребят, никто бы никому ничего не дал, давайте глупости не говорить, это бы распилили, без, без, без того, чтобы, без всяких строительств, стадионов, а так все-таки это все останется, и главное, останется хорошо вспоминание, конечно, хотелось, ой, Мишка, какой грустняк был смотреть на этого Мишку, и опять, мы же с вами предупреждали, ну, что же вы сделали от кормившегося Мишку, такого, такого пухленького олигарха, тот был в 80-е годы худенький, талия была, так легко взлетел, все плакали, а этот сам плакал, сам заплакал, причем у меня было ощущение, что он заплакал, потому что сам взлететь не может, он такой толстый, и он так пару раз пытался подняться, ни черта не поднимается, ну, ладно, все равно это все хорошо, эти шутки шутками, я думаю, надо сделать основной вывод, что есть силы у нашей плодородины, и им надо помочь, надо вернуть всех спортсменов, а как их вернуть? Уважать начать чиновникам спортсменов, а не заставлять спортсменов уважать чиновников, что происходит на сегодняшний день, ведь кто такой Мутко? Он должен чистить лыжи биатлонистам с утра, он должен чистить, а не они к нему ходить за подачками, он служка, он должен обслугой быть, официантом, вот кто такой Мутко, а и фетисов таким же должен быть, если взялся быть чиновником, вот, надо возвращать наших отовсюду, тренеров наших надо, ну посмотрите фигурные когда-нибудь, что не тренер в любой стране, где победители, то наши, ну а с хоккеем, я бы, я бы предложил, конечно, знарка поставить во главе нашей хоккейной, и он, ему плевать, Овечкин он, или Мазякин, ему все равно, он, то, что думает про них в данный момент, то и скажет, и вот это играть в канадско-советский хоккей, когда защитники играют в канадские нападающие, ну как, это ничего не клеится, это противоречит логике, и стоит вялый, как живчик в кислотной среде белелединов, который даже слова крепкого не может вымолвить, они миллионеры, их именами называют улицы в Канаде, кого они будут, чего они будут слушать белелединого, им стыдно было. Вы помните знаменитая история с Овечкиным, когда Саша вернулся в Соединенные Штаты, после локаута НХЛовского, отыграл здесь, и первый твит, который он написал, вернувшись в США, он написал, я прилетел домой, ждем это в США, он вернулся в США. Так пускай играет за США, возьмет гражданство, играет за США, и он лучше будет играть за США. Он замечательный хоккеист, но он не может играть за Россию. Все, у него только мама здесь осталась. И то я не уверен, что она. Ну, тут, может быть, вы правы еще в том смысле, что нужен тренер на такой короткий период, который зажжет их. Это вопрос такой, к специалисту. Ну, это я, я высказываю свое мнение. Но знарок и специалист, и умеет держать дисциплину в команде, и умеет привести их к общему знаменателю, и у него есть стратег. Помните, вот я часто обращаюсь к Чернышеву, Тарасову, они создали современный хоккей, как канадский, так и канадцы очень много переняли из того, что они создали. Но Чернышев был стратегом, а Тарасов был тренером настоящим. Сегодня знарок, замечательный тренер, но у него есть латыш, по-моему, Витта Линдж. И он, как Чернышев, стратег. Эта пара очень сильная и хорошая. Есть только одно но, они не захотят идти в сборную. И я понимаю, почему возглавляют сборную. Потому что они не хотят с нашими подонками, чиновниками иметь дело. Вот что. Но когда играли латыши, вот они играли с американцами, был матч, и они в течение 40 минут, счет был 1-1. Американцы не могли ничего сделать. Чего латыши? Почему? Да потому что латыши играли в советский хоккей, не играли комбинационно. А североамериканский хоккей, когда с ними играют комбинационно, в Харламовско-фирсовском стиле, они теряются. Они не знают, что против этого применить. И те растерялись, но потом силовое давление началось, и все-таки они не забили шайбу, они втиснули шайбу, впихнули. Когда наши играли до финнов, с кем они играли? Сейчас, сейчас, напомните. С норвежцами. А? С норвежцами. И когда опять Малахов своей скороговоркой в передаче старался говорить какие-то слова, вот какие они молодцы, это не забитые шайбы, это впихнутые шайбы были. Ничего менее красивых голов я никогда не видел. Это не заслуживает того. Надо было замолкнуть, когда... И прекратить вот это кликушество. Вот это и есть квасной патриотизм. А то, что была проведена Олимпиада, это не квасной патриотизм. Это улучшение энтропии нашей державы. Михаил Николаевич, а сейчас минута... Кстати, простите, вы знаете, что латыши, русские, потеряв своих хоккеистов, болели за латышей во время их игры с американцами? Причем вот какая-то родовая память проснулась. Ребят, вы же по-нашенски играете. Почему? Да потому что там недавно еще знароговал Юрзинов и Тихонов. А у нас уже думали об игровом бизнесе, в который включали и казино, и хоккеистов одновременно. Вот теперь я, наверное, должен только поздравить наших спортсменов, которые без всяких мутко, в скелетоне, в бобслее, как в биатлоне в конце, лыжники в конце, когда на них перестали надеяться. Конечно, хочется сказать хорошие слова в адрес. Замечательной девочке Левницкой, ну и победительнице тоже. Ну, она же ребенок. Она так насупилась, бедненькая. Она даже не поняла, что с ней произошло. И зрители ей аплодировали больше, чем журналисты. Как они ей аплодировали, несмотря на то, что она якобы провалилась. У нас очень радушные люди, очень расположенные к другим людям, чего не может понять Запад. Он считает нас за это отстоем, потому что мы мыслим не согласно их инструкциям, которые они выдали. Вот я хочу поздравить всех радушнейших людей России. Михаил Николаевич, то, что я хотел у нас в конце часа, буквально пара минут осталось, прежде чем мы перейдем к одной из главных тем, а, пожалуй, к главной теме последней недели. Минутка смеха на юмор-фм. Что вы думаете о высказываниях Владимира Вольфовича Жириновского относительно Олимпиады вообще? Он все правильно говорит. Вообще все правильно. Вот потрясающе. То есть две Олимпиады пошел вон, это нормально. Две Олимпиады пошел вон. А про Казахстан тогда окей. А про Казахстан я не знаю. Казахстан вручил ноту протеста в связи с тем, что Жириновский на митинге в Москве недавно, и это такой мостик в следующий час тогда, раз уж про Олимпиаду все верно, он призвал сделать среднеазиатский федеральный округ, куда включить ряд азиатских стран, Киргизию, Казахстан, Узбекистан, еще пару государств. Казахстан выступил с очень резким осуждением этого заявления, поскольку Жириновский является официальным лицом. Ну, конечно. Нет, но я не слышал этого. И должен сказать, что я даже не знал, что он такое брякнул. У меня ощущение, что иногда он говорит замечательно, правду озвучивает так, что в пору его приглашать к нам, на именно юморов им, а иногда, по-моему, он то ли пыхнет чего-то, то ли курнет. Ну, вот чего он привязался к Средней Азии? Ну, люди живут своей жизнью. Думаю, отвлекающий маневр был. Отвлекающий? От чего? Тогда объясни, от чего? Потому что от Украины отвлечь этим невозможно. А навлечь опять неприязнь наших соседей на нас можно. Ну, это опять какая... Это как провокация получилась. Нет, тут я, конечно, с ним не согласен. Хотя из него сатирик мог получиться весьма хорошо зарабатывающий. Да, и получился. И получился! И гораздо лучше зарабатывать, чем любые сатирики в мире вообще. Да. У нас сейчас небольшая рекламная пауза, и в начале следующего часа мы обязательно вернемся, чтобы продолжить программу «Униформат». Ну, здесь только мне нравится с Плющенко. Крепмаркет, я не понимаю, что это такое. В столице 18 часов. Ну что, Плющенко возьмем? Да, конечно. Смешно. Конечно. Друзья, продолжаем программу «Униформат». Мы только что миновали экватор. Впереди у нас час задорного юмора. Вот такой каламбур себе позволил. Классно сказал. Даже я как-то встрепенулся сразу. Михаил Николаевич Задорнов. Это обязывает. У нас в студии, отвечает на ваши вопросы, подводит итоги прошедших нескольких недель, начала года. Меня зовут Максим Забелин, я продюсер радиостанции «Юмор.ФМ», помогаю, чем могу. В частности, читаю ваши смс-сообщения, которые приходят на 8870, наш короткий номер с ваших мобильных. Веселаярадио.ру, работает гостевая книга. Присылайте, пожалуйста. И 0731 звоните. В конце программы «Сделаем блиц из лучших вопросов». Итак, смс-ки и гостевая книга. На Савихинское шоссе в область присылал нам абонент. Магазин называется «Креп-маркет». Но самое главное, в нем подпись «Отличный крепеж», а рядом услуги «Лечение запоров». Вот, запор-маркет. А в Челябинске мне реклама аптеки нравится. Вот уже сориентировались сегодня. Хорошо, хорошо, наши соображают. «Не будь как Плющенко, лечи боль в спине». Очень современно. Это насколько быстро, да? Ну да, и такая реклама будет работать. Действительно, вся страна видела, какая беда может быть, если боль вовремя не устранить. Михаил Николаевич, ваша любимая тема – это образование. Ну, любимая, может быть, и боль, да? И тема, конечно же. Мальчик на уроке природоведения на вопрос «Что такое ледоход?» Отвечает «Это штука, которая ездит». Учитель смотрит вопросительно. Он думает, мальчик, и справляется. То есть, конечно же, плавает. Прислал Кирилл Легостев. Но тут один в сочинении написал, мальчонка, что… Ну, не мальчонка, это, наверное, уже в старших классах писали эти работы по истории Советского Союза, что Троцкого зарубил Ален Делон ледоколом. Ленин. Ну, Ален Делон играл этого мексиканца, который… Да, да, да. Вот. А насчет образования я вам скажу, конечно, гениальная история. Ну, назовем так, блондинка. Ну, чтобы было понятно, это же теперь образ, и неважно, некоторые брюнетки тоже сегодня брюнеток можем блондинками называть. Это умственные, как бы, неспособности. И вот такая блондинка ехала на машине, купила права, все, вот ничего ни в чем не разбирается, значит, и наехала на канализационный люк в одном из городов, где еще мостовые так не уложены, как в центре Москвы. И тот взбрыкнул люк и выскочил. Ну, она остановилась, услышала удар, значит, сильный. Остановилась, вышла, народ собрался. Смотрит, люк лежит внизу. Говорит, а что это такое? Ну, и машина такая перекореженная, малость там… А мужик говорит, у тебя защита дна отвалилась. Она говорит, какая? Она говорит, ну вот, видишь, вот это вот кругленькое, это защита днища. И она отвалилась, ты на что-то наехала. Она говорит, что делать, езжай в автосервис, мы тебе сейчас положим. И они с другом положили ей в багажник этот люк, крышку от люка, извините, крышку от люка. Она говорит, езжай в сервис. Та приехала, говорит, у меня защита днища отвалилась. Те уже немножко так зависли, потому что первый раз такое слышат профессионалы. Говорит, покажи. Она открывает, говорит, вот. Они поняли, что на ней кто-то издевается. Говорит, ну, это трудно будет поставить. Знаешь, это уже, вот смотри, она потрепанная, надо новую заказывать. Давай-ка пиши заявление, что нужна новая защита. Мы подпишем. Когда она приехала, спрашивают, они нашли новую крышку. Говорит, мы ее нашли, но ее теперь нельзя ставить вниз. Мы ее поставим наверх сейчас. И они ей прикрепили наверх, придумав, что какое-то есть распоряжение, что надо защищать и верх машины тоже. Вот, друзья мои, это ЕГЭ. Да, ну что, в США встречаются такие вещи просто на каждом шагу, и огромное количество сообщений приходит об американцах, не только про триллион долларов, которое было в купюре, да. В частности, рассказывали о том, что жительница Флориды вызывала к себе несколько раз полицейского, который показался ей сексуальным, пока ей не впаяли два года за сексуальное отмогательство. И Соединенные Штаты при этом рекомендуют откровенно России не вмешиваться в дела на Украине. Потрясающе, да? То есть уже есть несколько рекомендаций. Вы знаете, я сейчас не так давно прочитал труд Николая Старикова, посвященный 17-му году. Я знаю этого историка. И удивительно там то, что... Ну, такая точка зрения, которая имеет право на жизнь, конечно же, потому что приводятся некоторые факты, может быть, умалчиваемые другие историками или незамечаемые. И там говорится о том, что профинансировали русскую революцию, именно февральскую, которая привела логически абсолютно к Октябрьской, Соединенные Штаты, Великобритания. Англосаксы. Я всегда это говорил. Никакие не немцы. Немцев подставили. Через их банк перевели, чтобы думали, что это немцы. Немцы в то время были бомжами после войны. Простите, я вас перебью. Так вот, и про Лан Делона, который играл мексиканец. Да, да, да. История с Троцким забавная. Троцкий пишет, что я в мемуарах заплатил последние, условно, 100 долларов кому-то за два дня, как он пересек американо-канадскую границу. И когда он пересекал американо-канадскую границу, чтобы уже плыть в Россию и продолжать делать переворот вместе с Лениным, у него при себе оказалось 10 тысяч долларов. По тем временам сумма просто космическая. Да, как больше 100 тысяч, наверное. Да, понятно, что это были деньги на революцию. И еще один очень важный факт. Когда русский царь Николай II отрекся от престола, ведь он же был главным союзником Антанты. Да. На протяжении многих лет Россия, трех лет, вела войну с Германией. Антанта упрашивала Россию помочь ей. Абсолютно точно, да. И что происходит? 2 марта Николай отрекается от престола. В течение недели Англия, Франция и США признают временное правительство. Всегда были предатели. И сейчас на Украине Соединенные Штаты и Евросоюз уже признали правительство. Да, Россия объявляет о том, что Янукович является легитимным президентом. И сейчас в Ростове-на-Дону проходит пресс-конференция, на которой уже оговорился наш замечательный товарищ, о котором мы говорили сегодня выше, и сказал, что Украина является нашим стратегическим партнером. Из президента Украины это, может быть, бывшего президента Украины, кто как его считает. Это странно очень звучит. То есть, что делать России действительно в этой ситуации? Запад уже четко обозначил свою позицию. Они за Майдан. Ну, наверное, по понятным причинам. Что России делать? Впереди Крым, Одесса, Юго-Восточные области. Впереди ужас. И боишься шутить, потому что сбудется. Вот это просто опасно. Насчет Януковича, я вам скажу, что это... Может, позитивную картину тогда какую-то интересовать? Ну, надо сейчас придумать позитивную. Сейчас изобрести. Может быть, послушать наших советов. Но, прежде всего, хочется прокомментировать. Ну, это же не самая изящная оговорка его. Он же сказал, что он с детства любил стихи Чехова, во-первых, сказал Янукович. А во-вторых, сказал, еще любил стихи петербургской поэтессы Анны Ахметовой. Имея в виду, видимо, у нее спуталось Ахматовой и Ахмет. Реальный пацан в Донецке. Я имел в виду бизнесмен. А Янукович ведь за что был осужден в Советском Союзе? Мы с вами об этом говорили тогда еще, когда он был президентом Украины действующим. Он воровал андаторовые шапки у партработников. Причем делали они это в туалете. Он высокого роста. Человек, когда заходил в андаторы шапки в туалет и присаживался, в то время в туалетах в Советском Союзе не было крючков. И он сидел в шапке. А Янукович залезал на унитаз в соседней кабинке, свешился, снимал шапку и убегал из соседней кабинки. С приветом от будущего президента. Привет от будущего президента Украины. А тот не мог двинуться с этого унитаза, потому что он в путах, то бишь в штанах приспущенных. И вот этот человек встал. И мы поддерживали вот этого человека. Это уже была ошибка. Потому что Ющенко поганец и мерзавец ставленник Запада. Но этот наш родной ворюга. Ну-ка я понимаю родное. Но это не годится. И мы очень подставляемся с Украиной сейчас. Я примерно понимаю, как будет. Действие рождает противодействие. Все, что произошло на Украине. Ведь много. Да, там бандиты, там фашисты есть. Они Беркута, когда пленили беркутовцев, они взрыв пакеты в штаны им закинули. Это они распяли одного беркутовца на изгороди. Это страшные люди пришли к власти. Но все это потому, что Украина обворована олигархами местными. Потому что люди, многие выходили на Майдан-то. Ведь не бандиты же тоже были на Майдане. И там было много искренне верящих, что они свергнут режим Януковича. Всегда революцию возглавляют негодяи. А недоразвитые верящие в демократию верят в это дело. И верят искренне. И сегодня больше всего жалко вот этих, которые пацаны погибли. Реально. Они выходили, думая, что они помогут родной Украине. То, что будет... Ну, давайте все-таки сделаем у нас, поскольку сейчас время на вынужденную рекламу. Давайте продолжим эту тему. Потому что мне хочется поделиться своими мыслями, чего может быть. И, может быть, дать абсолютно никому не нужный совет. Никто не позволит. Но как, по-моему, можно избежать подобной ситуации у нас хотя бы. Но впереди действительно рекламная пауза. И на правах рекламы следующее сообщение, что, как вы знаете, в Украине, в Киеве, недалеко от него, открылась резиденция президента Януковича для просмотра всех желающих. И жемчужина главная этого собрания различных произведений искусства – это андаторовые шапки. Друзья, реклама на Юмор.ФМ. Молодец, короче. И еще миллионов слушателей. Где формат на Юмор.ФМ? А чем ты вышел сейчас? А чем ты про школу личной магии рассказываешь? Ну, а кто такое гвиняшки? Невозможно. Ребята, я не могу. А сами бы вы в каком виде спорта приняли участие за сборную в Россию? Спрашиваю. Такого идея. У меня такой ботус, когда я могу только в отбрасывании коньков. В фигурном отбрасывании коньков. Вы можете задать мне это. Да, это смешно. В направлении от врача человек пишет «попа в двухпроекциях». Точно, и вот это ЕГЭ сдал. О, это надо сочетать. «Попа в двухпроекциях». А вы знакомы с Н.В. Левашовым? Да. Нет, он умер. Раньше меня. Очень смешно. Да, нет, он умер. Мой двухлетний сын после Олимпиады засовывает игрушечный автомат за спину под майку. Хороший. Встает на пластмассовые мячи, как на лыжи, и отправляется на стрельбы с криками «Я биатлонист!». Ну, это хорошее. Надо зачитать. Ну, это хорошее. Иди. Да, да, да. Читаю, да? Читайте. Свобода слова существует. По пятницам «Неформат» с Михаилом Садорновым. Только на Юмор.ФМ. Здравствуйте всем, кто присоединился к нам только что. Продолжается программа «Неформат». Прямой эфир из студии в Москве, во всей России. Вы можете нас слышать, а также за пределами. И приходит очень много сообщений по поводу тем, которые мы сегодня подняли. И это касается Олимпиады, это касается Украины, конечно же. Самые яркие из них, с вашего позволения, зачитаю. Ну, в частности... Вот вы мне только что читали про мальчика. Замечательное сообщение. Пишет нам Мария из Москвы. Мой двухлетний сын после Олимпиады засовывает игрушечный автомат за спину, под маечку. Встает на пластмассовые мячи, как на лыжи. И отправляется на стрельбы с криками. Стрельбы в кавычках. Я биатлонист. Ой, видите, как здорово. Вот я поэтому говорю. Конечно, Олимпиада с жирным знаком плюс и еще восклицательный знак. Но восклицательный надо поставить с запятой. Мол, надо продолжить. Да, здесь пишут, что когда снялся Плющенко, все российские болельщики болели за казахского фигуриста. И когда он вышел на лед, то все кричали «Россия, Россия!» и скандировали. Та же история, как с Латвией, о том, о чем вы говорили. Мы еще чувствуем родовой памятью, что мы были вместе когда-то. Есть еще сообщение про Украину, по-моему, очень точное. Ну, по крайней мере, со стороны оно так представляется. Почему Украина за 20 лет из Воронежской области, пишет нам абонент, не может найти порядочного человека себе на президента? Каждый следующий все хуже и хуже. Ну, во-первых, потому что она с большим темпераментом подражает сама России. И никакая Россия ей никого не навязывает. Но они живут олигархичь. Они все время выбирают среди бандитов и воров. Практически у нас тоже, к сожалению, чиновники кто. Сами мы много раз об этом говорили. И с Украиной они все время выбирают среди богатых людей. Ну, как? И, конечно, к власти пришли. Действия рождают противодействие. Сегодня пришли к власти. И некоторые фашистующие там есть такие перцы серьезные. Садисты просто есть, которые пришли к власти. Но они родят еще одно противодействие. Новое. А то родит слово. Это снежный ком действий, рождающих противодействие. Вообще, американцы развязали войну практически. Желая отвлечь от Сирии, они давно готовили Украину. И вдруг мгновенно подстава в виде Януковича, который берет кредит и решает разделить в между собойчике таком. Конечно, многие и не хотят в Евросоюз. Но они не хотят жить в такой власти. Ну, правильно написали. Но вообще, интересно, вот я вам расскажу такую историю, как я бы писал учебник истории. Вот как Русь приняла православие. Начнем с этого. Был такой князь Владимир Красносолнышко. Красносолнышко его звали, потому что он очень много пил, и у него рожа была красная. Так нехорошо говорить про тех, кого сегодня назначили святыми. Святым его назначили, потому что он заставил огнем и мечом креститься Русь. Но до крещения он же был совсем не святой. Сколько у него было жен? У него было не только жен, но еще он... Есть такой город Полоцк, уже тогда он существовал. И он Рогнеду, княжну, изнасиловал на... Завоевал Полоцк, изнасиловал на площади, на глазах отца, а потом на глазах изнасиловал Рогнеды, разрубил пополам отца Рогнеды. А у брата старшего вынул печень. Это Владимир Красносолнышко. А потом нанял киллера Блуда, который убил его брата Ярополка старшего. Тот был на престоле в Киеве, но тот был христианином. И Владимир Красносолнышко, еще не красное солнышко, но рожа уже красная была, он поставил капище. Вот то самое капище, которое потом сносили после крещения Руси. Он поставил, не было этого до него. Историки говорят же о том, что Владимир находился в поисках укрепления страны под властью некой религии. Он пытался таким образом привести различные верования славян к единому знаменателю. При нем же появилась вот эта стройная система Перун и так далее. Сначала языческие боги он возвел, возвеличил, сделал кумиров, поставил. А крестьяне, славяне, никогда не приносили в жертву ни людей, ни животных. Это скандинавские были наняты в дружине. И их иногда называли варяги, поскольку до этого варягами служили западные славяне, а потом начали убийц нанимать, киллеров практически. Вот они и приносили все. Но дальше история такая. Наши летописи написали толерантно. Мол, Владимир выбирал из трех религий. Мол, вдруг он понял, почему он обратился к язычеству. Он хотел, чтобы народ его зауважал. И поэтому он сказал, возвращаемся к нашим богам. После того, как Ярополк хотел крестить Русь. Он был христианином, Ярополк. И народ его полюбил, но ненадолго. Потому что Владимир пишет летописи следующие. Мол, он выбирал из трех религий. Ему по каким-то причинам не понравилось мусульманское, по каким-то иудейское, а христианское понравилось. Эта история описана за 200 лет до Владимира, как хазары выбирали религию. Один к одному. Причем этот иудей, раввин, священник Рэбе, поссорил, Каган выбирал хазарские в Каганате. И поссорились при нем. Сумел иудей поссорить христианина с мусульманиной. Это чуть не подробнее. Знакомая картина. Абсолютно. Смотрите, когда классика какая-то, жанр всех. И, значит, этот главнюк хазарский сказал, я не хочу, я хочу мирную религию. Он стоит, чешет бородку. Вот мы пребудем иудеями. И хазары стали иудеями. Эта история перенесена, это ремейк этой истории перенесен на Владимира. На самом деле история была другая, и это очень важно. Но ведь летописи просто при Владимире же составлялись об этом. Чуть позже. Ну или по заказу, может быть. Да, Нестор позже записывал. Если Нестор был, то он позже записывал. При Ярославе Мудром начали записывать. При сыне Владимира. Вроде как с предыдущего списка. То есть это был список якобы с Владимирской. Но, извините, этого никто не знает. Не, но я говорю сейчас о том, что Владимир там представлен таким замечательным парнем. Ровно потому, что это был заказ, летописи. Да, Русь уже была православная. В то время существовали предтеча Евросоюза. Самая лицемерная, поганая, мерзостная организация Византия. Ни одного порядочного императора. Половину из них сделали через стерлядей, любовниц, императриц, себе карьеру. Но очень богатыми были, потому что торгаши были. Это торговое совершенно государство. Всегда наемниками была армия у них. И вот Владимиру красносолнышко понравилась византийская принцесса Анна. Он ей говорит, ну, давай. Она говорит, нет, я тебе ни-ни, пока не крестишься. Он говорит, не вопрос, сказал Владимир. И крестился. Ему понравилось. Первый раз он говорит, а может ты за меня замуж? Хотя он Рогнеду уже тогда полонил, и она была его женой. А та говорит, я не могу, я христианка. Ты должен крестить свой народ. Это продуманная византийская комбинация была. Как поработить славян, чтобы они никогда не взбрыкивали, не приходили лодьями и не защищали тех, кого хазару уводили в рабство и продавали в Византию славян. Славяне терпели-терпели, потом вдруг собирались. И таких урдюлей выписывали в Византии. И это первый раз в пятом веке произошло, извините. А не при Олеге. Олег уже, кстати, вот эта история, когда Олег пришел. И, да, со щитом. И ведь как турок, знаменитый Махмед, завоевал потом Византию? Как Олег. Он поставил ладьи на колеса и через полуостров на колесах перевез. А это Олег впервые придумал. Но дальше происходит история следующая. Она говорит, крести свой народ, и я за тебя замуж. А Владимир говорит, не вопрос. И говорит своему дяде Хазарину, Иудею, Добрыне Никитичу, давай крестить. Загоняет в Лыбедь киевлян. Лыбедь, запомните, это река такая. Кровь вспенилась на реке, потому что отрубали всем нежелающим креститься. И река стала потом высыхать. И высохла. И над ней сделали улицу. И называется она сегодня Крещатик. Это карма того времени, змеюгами, так и выползает до сих пор. Вот какую историю я хотел вам рассказать, друзья мои. И после этого Русь так раздробилась, стала такой торгашеской. Она попала под пиар Византии, тех предков сегодняшних натовцев, ооновцев, америкосов. Попала под... и перестала существовать. Кто? Киевская Русь перестала существовать. Вся власть, вся мощь перешла потом сюда, на восток. И во Владимир, и в Новгород. Все передрались, перессорились, переругались. И только татары, придя, привели в порядок. Порядок назывался орда. От слова ряд. И поэтому Александр Невский с татарами дружил. Он понимал, надо приводить Русь в порядок. Пора заканчивать с этими междоусобицами. И когда крестоносцы пришли, Александра Невского вместе с его войском стояла татарская конница. Татары в то время не были еще мусульманами. Это были наши двоюродные братья. И вот такая история затевается сегодня опять. Киевской Руси может наступить кирдык на сегодняшний день. Но позже мы должны еще вернуться к этой теме. Потому что уже конкретно, а не аллегорически и не притчево, а конкретно поговорить об этом. Да, мы прервемся очень на небольшую рекламную паузу. И обязательно встретимся здесь вновь. Ох, сколько мы словим с вами сейчас тролли. Да, сейчас будут. Как мы решаем переключать кнопки? Потому что он же святой Владимир. Конечно. Ну у них сейчас они даже не столько... Ну у них про Владимир, да. Но у них же эти львовские там вот эти все... Это те, это наши сейчас будут. Ага. Хочу вас, президенты страны. Без шуток. Михаил Николаевич, я понимаю, что вы патриоты, вас волнует в основном позиция рубля. Но как вы относитесь к катастрофическому росту евро? Ну а что, а в Латвии там, кстати, что происходит? Я поменял еще. У меня, представляете, остался с прошлого года там пакет с этими деньгами. Они же все уже не ходят. Не, ну это быстро. А, ну то есть их можно поменять? Да, ну дайте мне, если у вас там много. Ну там, я не знаю, может... Или мне. Не, я имею в виду, что можно приехать туда и там поменять. Я собираюсь летом. Летом, я думаю, нет. А, ну хорошо. Вложился в зарубежную... Валютную... Да, нет, ну там какая-то там осталась мера, что Латв, наверное, 300, может быть. Там что-то такое, может, 200. Я не знаю, это 200 евро. А, ну нормальный, такая сумма-то, значительная. Нет, даже больше Латвии. А, нет, наоборот, что я глупо сказал. 300 Латв, это 500 евро. Ну примерно, да. Это же на что люди рассчитывают? Продается машина, воровайка, 3 тонны. Воровайка, 3 тонны? Ну воровайка, это же... А, это они... Они, наверное, просто шутят. Они шутят, воровайка, да. Шутка, да. Так, ну что, мы сейчас продолжаем Украину, и потом у нас останется 15 минут на... 10 минут на Блиц, да? Вопросы... А, вопрос туда не будет. Янукович отказался участвовать в майских выборах президента. Ну а что ему участвовать, когда он президент? Это смешно, да. Поехали? Ага. Давайте быстро про Украину конкретно. Да, вы знаете, очень правильное замечание, потому что радиостанция Юмор-ФМ вещает во всем мире, всемирная сеть Юмор-ФМ, и мы получаем сообщение от вас буквально из всех уголков нашей огромной планеты. Отовсюду, где понимают по-русски и хотят понимать по-русски, и слышать то, что говорит Михаил Задоронов в рамках программы Неформат. У нас очень важная тема, потому что касается она нашего братского народа. Украинцы и Украина, это, ну, по большому учету, наша часть нашего сердца. Ну, это славяне наши, один род, один корень. Но западные украинцы, они немножко другие. В них род так называемых лютичи есть, из вечных предателей Руси. Они всегда нас предавали, их вообще давно надо было отдать. Но там много наших, и они попадут в рабство и будут уничтожены. Там геноцид начнется, если вот так просто отдать. С другой стороны, я бы сказал нашему президенту, ну, давайте заберем их сюда. Ну, не надо их оставлять, там им погано там жить. Ну, вы знаете, на Украине же сейчас есть такая позиция. Вы хотите быть русскими, с российскими паспортами, езжайте. Уезжайте в Россию. То есть позиция же такая. В Латвии тоже такая позиция, но многие не едут. Конечно. Ну, а как бросить все нажитое там? Ну, знаете, сколько народов передвигалось? Хочешь быть свободным? Уходи и бросай все. И самые мудрые люди часто бросали все. Вот я бросил все, перестал выступать с концертами, бросил все, перестал зарабатывать деньги. И появилась программа «Неформат». Живу с книг, появился «Неформат». И совершенно не... Бросать надо уметь. Это освобождение. Второе. Я считаю, что подобную ситуацию будут стараться создать и в России сегодня. У нас есть Башкирия, Башкиргастан, у нас есть Татарстан. У нас много есть таких народов, которые на это клюнут. И там обязательно можно будет подкупить агентов влияния своих найти. Но если мы не хотим, чтобы это повторилось, надо сделать вы... Это прежде всего для России. Надо сделать категорический вывод. Надо подобных Януковичу сегодня сажать в тюрьму. Чтобы народ видел, что у нас такой власти не будет. Подобных Януковичу. Подобных тому, кто окружал Януковича. Вот этих многочисленных родственников, на которых чиновники открывают свои фирмы. Это все надо немедленно прекращать. Хватит боли у Путина или нет? Я не знаю, я с ним не знаком, я не знаком ни с кем из администрации. Но это единственный путь предотвратить у нас негодование, которое у нас вяло текущее пока что. У нас нет такого, как на Украине. Потому что, во-первых, украинцы едут к нам на заработок, а не мы к ним. Значит, все-таки жизнь здесь-то получше. Прекратить это гастарбайстерство бездонное. Откуда они черпают такое количество таджиков? Не было даже в Таджикистане, как в Москве сегодня. Надо прислушаться к мнению народа, а не к партиям политическим. Кстати, к коммунистической партии давно уже надо прислушаться. Потому что они говорят очень правильные слова и правильные дают советы. Мне, кстати, понравилось, что Зюганов уже несколько раз был у Путина. И Путин не коммунист по идеологии. Но если он имеет силы прислушаться, это правильно. Второе. С Украиной ужасная ситуация. Такое количество наших, а ни в коем случае нельзя подставляться вводить войска. Однако, то, что сегодня затеяли учения военные рядом с границей Украины, мне кажется, это замечательно. Вот учения там надо проводить все время. И в этом отношении вовремя Сердюкова надо посадить, чтобы было понятно, что у нас такие, как Янукович, не должны рождаться. И вообще, я бы посоветовал Путину, но только шепотом, чтобы он сейчас слышал, Владимир Владимирович, вам надо чуть потолстеть, побриться на лысо, пойти в ООН, встать на трибуне, снять ботинок, и постучать по трибуне и сказать, мы вам покажем Кузькину мать. Они забыли, что такое Кузькина мать. Американцы сегодня это горстка очень умных, образованных негодяев и огромное большинство недообразованных, таких инвалидов мозга, которые верят в то, что пишут в газете образованные, вот эти настроенные кучкой небольшой. И этих миллиардеров, суперкорпораций, им кость в голе Россия была всегда. Да, они учинили революцию 1917 года. И если бы не Осип Виссарионович Сталин реальный человек, России бы не существовало больше. Ведь это он прекратил все, что делал Троцкий, все, что было при Ленине создано чудовищного. Между прочим, не самый чудовищный человек был Дзержинский. И недаром памятник ему, между прочим, очень симпатичный Дзержинскому. Я думаю, что самое ужасное... Конечно, харьковские эти... Вот орали губернатор этот Гопкинс с Херкеллером. Не Хермис, не Хернис, а как он... Кернис. Кей-хей переходят друг к другу. Но его хочется называть себе. Орали мы и слиняли. Нормально? Свалили вообще. Один наперсточник, второй карманник. Вор. Ну как можно их защищать? Более того, многие... Многие революции вандаторовые операции строят. Ну да. Ну, слушайте, а почему так сегодня депутаты Харькова, Донецка, почему так вяло они чего-то придумывают? Вот заметьте, вроде говорят, но так вот действий нет, как у майдановцев. Такого актива нет. Активности. Да потому что они в бизнесе все. Они хотят и на елку влезть, и задницу не ободрать себе. А Янукович уже хотел так сделать. Не получится. Ну и, конечно, самая ужасная ситуация с Крымом. Память Светлой Аксенову он написал «Остров Крым». Роман когда-то. Вообще, честно говоря, надо было не Россия. Если Россия захочет сделать Крым своим, это ужасно в мире будет выглядеть. Олигархи, нахапавшиеся, российские, заимели Крым. Да, многие сегодня уже имеют там бизнес. Практически большая часть Крыма куплена нашими структурами финансовыми и бизнесовскими. Уже из Кремля такое распоряжение пошло, инвестировать туда деньги. Это хорошо. Подспорье нужно такое. Но! Вот если бы я хитро вел политику во-первых, я бы организовал вместо разведки агентов влияния в Америке и в Англии. Срочно бунт в Ирландии надо поднимать. Срочно в Техасе, в Пуэрто-Рико. Отделение от Америки, от Англии. Пускай занимаются собой, а не нашими Пусси Райт. Пусси Райт, в конце концов, пускай они их трахнут там и забудут про них. Но... В хорошем смысле. В хорошем смысле. Ну, конечно, трахнуть же написано, ударить в словаре. Там же хорошее слово. Но, смотрите, вот допустим, сделать так, народ имеет право в любой конституции на самоопределение. И вот если большая часть Крыма проголосует на референдуме за отделение, отделение не просоединение к России. Давайте постепенно. Не надо подставляться. То очень трудно будет возразить с точки зрения законодательства. Большинство народа хочет отделение. И что дальше? Сдайте в аренду нам место, где стоит наш Черноморский флот. Те же деньги, но все пойдут на Крым. Но в Крыму есть свои ворюги. А вот с ними надо будет народу расквитаться раз навсегда. И Крым будет замечательно жить. Он будет независим. Его не признают. Ни Америка, ни Англия. Но признает Аргентина, Колумбия. Нам правильные страны. А нам-то чего? Будут летать туда, но не через Киев, но будут летать через Сочи. У нас классный аэропорт. Путин говорил, что как Сочи использовать? Вот, пересадку там можно делать. Крым должен стать независимым государством, как Абхазия, как Осетия. Но не надо, не надо его перетягивать на нашу сторону. Весь мир опять будет против нас. Сейчас миру понравились Олимпийские игры, проведенные в России. Но не портите вы впечатление у народов о нас. Не делайте примитивных шагов. Да, это такая целая программа, можно сказать. Здесь вот люди пишут. Михаил Николаевич, у вас президенты. Ну и что, и меня убьют через три дня. У меня же нет умения охранять себя, как у нашего президента. Ну что, вот я приехал к вам, со мной водитель и все. Ну и что, еще одна моя помощница, которая может за меня горло перегрызть. Ну не всему же Майдану. А, кстати, как на нас обозлились на Майдане, помните? Да, я хотел как раз сказать. Это же у нас в эфире впервые мы с вами назвали их евро-хохлами. И они так обиделись. Я говорю, извините, все говорят, за что? Вы меня москалем называете, я же не обижаюсь. Зазовите меня евро-москалем. Потом евро-хохлы. Евреи не обиделись на первую часть слова евро, а хохлы обиделись. Ну мне разъясняли коллеги, да, с Украины, что на Украине официально слово хохлы запрещено. Оно приравнивается, ну, к примеру, негр в Соединенных Штатах. То есть это оскорбительное слово. На неграх тоже хорошее слово. Да, но на самом деле на территории России эти слова не запрещены. И уж, пожалуй, весь русский народ воспринимает слово хохлы как некое шутливое название украинского народа. Русак, хохол. И точно так же москали, когда там нам говорят, ну, мы улыбнемся. Ну, москали, мы не будем обижаться. Потому что у нас комплекса нет. Они комплексуют все время перед Россией. Почему хохлы? Запорожцы носили чубы. И русы, которые были правителями славян, носили чубы. И он назывался хохол. И было это на Киевской Руси. Вот это и перешло. Это абсолютно исторично никакой. Здесь обида-то нет никакой. И негры от слова черный. И даже ничего страшного нет. Просто я напомню тем слушателям нашим, которые, может быть, в сладкой эйфории новогодних праздников не запомнили этот момент. Но Украина дошла до того, что собиралась объявить персоны Нонграда Михаила Николаевича Задорнова и не пускать на территорию страны. И закрыть юмор-ФМ у вас там на Нонград. А я же еще... Слушайте, меня при каждом президенте украинском пытались Нонграда сделать. Ведь при Кучме это было первый раз, когда его жена посмотрела мое выступление. А я там сказал, Украина вляпалась в Кучму. И они мне пришли, два местных разведчика Перца, и говорят, мы вас не пустим больше в Украину. Я говорю, страшнее. А это было в Киеве. Я говорю, вы бы гораздо страшнее, серьезнее меня напугались. Вы сказали, что вы меня не выпустите с Украины. Тоже меня напугали. На Украину меня не пугались. Хохлы, видите ли, для них обидно. А распять милиционера на изгороди, это толерантно с их точки зрения. Ужасная ситуация. России надо очень аккуратно, мощно. И надо. Надо организовывать свои телевизионные передачи. В интернете, в Америке, везде надо запускать ту правду, которая существует. Ведь они только CNN и BBC видят. А там ложь сплошная под именем толерантность. Друзья, ну что ж, пожелаем нашим украинским братьям скорее разобраться с этой ситуацией. Жалко вот тех, кто ради детей, чтобы воров было меньше, вдержая. Вот этих украинцев очень жалко. Они замечательные ребята. Пока мы прервемся на небольшую рекламную паузу и уже выйдем на финишную прямую программы «Неформат». Открыти разобраться. Сань, посмотри, пожалуйста, эти блиц. А рассматривается вообще такой вопрос, сделать независимое государство? Крым? Да. Вот такое государство может Крым быть. А набор Крым больше Мальты в 3-4 месяца. Ну да. Ну разом в 3 точно будет. А в Крыму есть какое-то производство? Там проблема в том, что есть вот этот канал Днепровский, да, который оттуда сверху идет. И если туда не будет доступа пихевой воды, ну вот с вот этой, для сельского хозяйства, ну да, опреснять дорого. То есть вот этот канал, если украинцы перекрывают, то... Да надо сделать все. Да я думаю, что можно там через Керчь перебросить. Новороссийск. Да, через Керчь, ну там, че там пролик будет? Конечно. Там построит мозг и все. Ну, перекрывание, это шантаж и конфронтация. Ну, конечно. Друзья, ну что, программа «Неформат» подходит к своему завершению. Осталось у нас последние 10 минут, чтобы пообщаться в прямом эфире с Михаилом Задорновым, подвести итоги. И, пожалуй, главное, что мы можем сейчас сделать, это Блиц. Спасибо большое за то, что звонили на 0731. Один самый интересный вопрос, который мы сейчас выбрали. Михаил Николаевич, короткие ваши ответы. Ну, я готов, давайте Блиц попробуем. Итак, лучшие вопросы. Добрый вечер, уважаемые ведущие. Вам зовут Мария из Хабаровска. Михаил Николаевич, я за эту масленицу уже скушала много-много блинов. А что еще люди делают на масленице? Ой, ну, прочитайте у меня в посту. Найдите живой журнал Задорнов и наберите масленица внутри живого журнала моего. И найдите, прочитайте, потому что это очень, очень, это замечательный праздник. Его надо правильно праздновать. Но я рассказывал об этом часто в эфире. Почему нельзя пить? Почему нельзя объедаться даже блинами? И как аккуратно надо его встретить, дабы правильно провести пост. Наши думают, что надо обязательно поесть так, чтобы весь пост потом есть не хотелось, и чтобы тошнило 45 дней. Вот это неправильно. Почитайте у меня в живом журнале. Добрый вечер. Это замечательный мужик Александр из Геленджика. Жена подарила мне на 23 февраля вашу книгу «Пиар во время чумы». Михаил Николаевич, а какую вашу книгу можно подарить ей на 8 марта? Спасибо. Вот мне нравится. Замечательный мужик звонит замечательному мужику. Мужик мужика видит издалека и слышит издалека. Книжка, как раз третий тираж выпущен, и попал уже в магазин, называется «Вся правда о любви». Но у меня на сайте есть такая папочка небольшая. Называется «Чикачай и читай». Вы можете скачать через три дня множество мыслей, афоризмов и шуток, адресованных женщинам. Про наших женщин. Где-то с любовью, где-то иронично. Я специально подбор такой сделал. И там, кстати, вы можете скачать и книжку «Вся правда о любви», книжку «По родной России». А я действительно, Максим, я решил организовать скачивание. Почему мои книги стоят до тысячи рублей в магазине? Что это за безобразие? Какой же это подарок жене? Тогда уж лучше кольцо подарить, а не мою книжку. Хорошо издано с картинками книга «По родной России». И я сделал скачивание, 100 рублей стоит, а другая книжка 50 рублей вместо 400. И что у меня люди скачивают. Мое дело не заработать денег, а мое дело, чтобы людям как можно больше доставить радости чтением, между прочим, весьма изящных, остроумных и улучшающих настроение книжек. Скачивают, печатают и продают по тысяче рублей. Добрый вечер. Игорь, Новосибирск. Я тут смотрел Олимпиаду. Понравилось. Михаил Николаевич, у меня один вопрос. В чем смысл керлинга? Спасибо. Женщины красивые. Вам звонит маг третьей категории Иван Абрамович Герценштубе. Михаил Николаевич, у меня к вам вопрос личного характера. Верите ли вы в гороскопы или в магию? Спасибо. Я категорически не верю в гороскопы и в ту магию, которая выплескивается на странице газет, в интернете. Но я верю в то, что магия — это неопознанность некоторых физических явлений. Весь мир — это резонанс, но мы не можем описать всеми формулами все, что происходит в мире. И тогда некоторые люди это чувствуют. Мы называем это магией. Но больше всего пользуются этим шарлатаны. Поэтому я категорически не верю, потому что для себя, для меня у меня есть только один маг. Это я. Когда я чувствую то, о чем не пишут ни в интернете, ни в масс-медиа. Добрый день, Михаил Николаевич, это Анатолий из Брянска. Сегодня узнал, что есть такая страна Ватикана, и она является самой пьющей в мире. Скажите, пожалуйста, как так получилось? Спасибо. Скажите, а что им еще делать? Папа пьет. Папа, у нас паханы всегда пили, больше всех. Но вообще Ватикан — это латинское слово, латынь. Но дело в том, что В и Б, это, вы знаете, в разных языках пишется одинаково. У нас В, у них Б произносится. И поэтому в некоторых языках произносят В, но Р и В. Это не Вати, а Батя. Батя, Акан — это Кон. То есть на Кону — это отсюда слово «закон». То, что на Кон поставлено. И вот Ватикан — это Батя в законе. Ну, чем делать? У них армия швейцарская ничего не делает, следит за туристами. Бабок немерено. Хранит книжки. Только читай и пей, читай и пей. Да, ну что, у нас осталось буквально несколько минут на то, чтобы поздравить, наверное, всех слушателей Юмор ФМ с Масленицей. Вы знаете, в этом году довольно странную замечают тенденцию. Может быть, это связано с событиями на Украине. Я имею в виду, тенденцию замечают СМИ и интернет-агентства, ленты новостей. Россияне стали меньше печь блинов, меньше увлекаться масленицей, меньше этим интересоваться. Ну, а что, с одной стороны, хорошо, ведь меньше печешь, меньше ешь. А жрать вообще надо меньше. Потому что вот половина Украины объелась, между прочим. Я думаю, что вообще у русских людей наметились очень неплохие моменты, связанные с развитием. Идея духовности есть, какая-то стремление к духовности, стремление к познанию истории. Вот, например, после нашей передачи с Гордоном, мне многие пишут, мамы, мамы, папы не пишут. Мол, спасибо, дети по подворотням шлялись, курили, некоторые в скинхеды определились. А после нашей передачи с Гордоном, мы ничего не поняли. Ничего Гордон говорил, ничего вы не говорили. Ну, здесь нас же обрезали в этой передаче, и меня его... Но мы поняли, что что-то интересное за этим есть, и дети стали увлекаться историей. И еще мне нравится, что у нас сегодня не развивается весь этот маразм с Болотной площадью. Потому что это сытые люди, знаете, ну вот Шендерович, Иртенев, Быков, они все время кричат о том, что у нас запрет на все. Вот это Пусси Райт, ну Пусси Райт и Быков, это разные уровни развития. Быков великолепный поэт и интересный человек. Но его пьеса «Медведь» идет, и никто не запрещает. У Шендеровича беда, он старается уже оскорблять, чуть ли не фашистами называть наших спортсменов. Ну, что они на фашистов работают, на Путина. А его никто за решетку не прячет, его просто весь народ недолюбливает. Шендерович меня вызвал антисемитом однажды. Это он антисемит. Потому что благодаря таким, как он, антисемитизм может развиться. Я не антисемит, я многим евреям помогал. А про Быкова гениально написал Гафт, недавнюю эпиграмму. «Довольный, сытый от того, что гибнет все вокруг него». И вот такие люди у нас идут, у нас будируют, как они говорят, недовольство. Ребят, вы сами сытые. Михаил Николаевич, спасибо вам огромное за то, что провели эти два часа вместе с нашими радиослушателями. Друзья, и вам спасибо огромное за то, что были вместе с нами. Радиостанция Юмор ФМ продолжает свое вещание. И в финале программы «Неформат» мы подготовили небольшой подарок. Ну, пожалуй, самое главное, это, конечно же, Олимпиада, которая не так давно прошла. Мы собрали самые яркие высказывания об Олимпиаде, самые яркие высказывания наших дикторов, комментаторов и, конечно же, президента. Две секунды мне. Три. Арканов написал рассказ, как половой орган у мужика решил получить независимость от всех других органов. И посвятил это Украине. Ребят, у меня на живом журнале, посмотрите, улет. Причем он написал в 95-м году, но, казалось, попадание такое у меня в живом журнале опубликовано вчера было. А, и в Ютьюбе, извините, в Ютьюбе тоже. Аркадию Михайловичу большой привет. Друзья, всего доброго, до встречи. Пятница. Задорнов. Неформат. Неформат. Хит недели. 22-е. Зимние Олимпийские игры в Сочи объявляю открытыми. А теперь для тех, кто на танцполе. 22-е. 22-е. Зимние Олимпийские игры в Сочи объявляю открытыми. Товарищ Шиполин, уходи. Уходи, Артон. Да. Победа. Золото. И герой России Шиполин абсолютный. Герой нации. Победа. Пришлось рискнуть, когда мы предложили сочинский проект. Пришлось рискнуть. Кто не рискует, тот не пьет шампанского. Таня! 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 Это все как одно целое. Это все как одно целое команда. Но тот, кто заканчивает, он лучше. Он лучше. Чего молчишь? Скажи, что ли? Один, два, три, четыре, пять, шесть. Супер, Виктор, самый настоящий герой России. Просто сумасшедшие эмоции захлестывают. Чудо! Таня! Мы любим тебя! Россия! И два, три, четыре, пять, шесть. Как сумасшедший, как заведенный, он поставил все на карту. И с самого старта бросился в бой. Отыгрывал десятую за десятой в самом финишном створе. На несколько соток опередил его соперника в бочной борьбе. Виквайл. Виквайл. Сборная России. Двукрасный олимпийский. Это я его привела. Мне спасибо. Нас не догонит. Новый действующий олимпийский чемпион Александр Зубков. Нас не догонит. Эмоции переполняют. Я пока даже не верю вообще. Я безумно счастлив. Спасибо вам огромное за все. Спасибо, что так все получилось. Мы выиграли общий зачет. Я выиграл. Я стал олимпийским чемпионом. Это нужно.